Хочу тебя познакомить с одним приложением. Это WeGamers. Приложение от игроков для игроков. Это как инстаграм для геймеров. Без рожь, поп и еды. А главенствуют здесь мобильные игры. Здесь ты сможешь создавать и вступать в группы, проводить трансляции, а бонусы переводить во внутриигровую валюту. Скоро здесь появится и мой чат. Не пропусти. Ссылка будет с апреля. Мур, привет друг, это Зверько. Я хочу продолжить разговор об Рафе в урон. В своих суждениях о полезности я не опираюсь, нравится ли мне лично и комфортно ли мне играть на персонажа. Я оцениваю персонажей, потому что они могут и как вписываются в мету. Сейчас я покажу простой пример. Возьму Рафу с более-менее логичной сборкой, предоставленной мне одним другом и одобренной лично вандербелкой для игры в ранге. Мне показывали переписку. И эту сборку с этими же эмблемами потестируем на рандомных магах и будет персонаж из контрольной группы, где меня обвинили, что билд дескать не тащит. Нанесение урона в игре можно разделить на урон в минуту и урон за прокаст. Сравнивать будем по последнему показателю, поскольку это приносит магу киллы, а УВМ ближе к стрелкам. Эмблемы на всех будут магическими, чтобы не было стороннего урона. На Рафу собираем обувь демона, жезл молний, часы судьбы, отсутствие стаков не помешает сравнению, ожерель заточение, господство льда, божественный меч. Делаем прокаст по кукле с защитой 100 единиц. 2522 урона. Теперь берем самого дешевого мага, который есть у всех. У тебя, у тебя, а у тебя, а кажется нет ее. Да, берем Эйдору и собираем ей то же самое. Классическая комбо, без учета выстрела с руки показывает 4971 урона. Теперь очередь кадиты. Она благодаря очень мощной ульте наносит 6095 урона. А теперь многострадальный Вейл с популярными навыками на подкидывание плюс усиление первого навыка и ульты. 4797 урона. И как в любом научном эксперименте, посмотрим урон стороннего героя со сборкой усиливающей его особенности. Это хуфра. Поскольку в билде есть пояс и пассивка тоже наносит урон, будет один удар с руки. Итого 7601 дамаги по противнику со 100 единицами универсальной брони. Итак, Рафа в урон заметно отстает от нормального мага при равных билдах. А знаешь почему? Потому что ее задача в другом. В поддержке, в ускорении, замедлении и стане. Также из теста видно, что хуфр, собранный в смешанный билд, будет и достаточно живуч и довольно смертоносен. Я приведу две подходящие сборки для адекватной Рафы, где одна включает в себя жезл молний. Потому что, да, он сам дает неплохой прирост к урону и кд, а вот максить ману бесполезно. Дело твое удивлять нубов уроном Рафы, который все равно ниже по показателям, чем у адекватного мага. Или играть помогая команде. Но я, если мне нужен прокастовый урон, возьму мага. На этом Рафе все. А дальше будет личный разговор. Пиши в комментариях, что ты сейчас думаешь о билде через ману и жезл. Не забудь подписаться. И разговор. Теперь коротко о себе. У меня в руках ломается все, что туда попадает. Чтобы ты понимал, я сломал полуторный стальной меч весом в 2 килограмма, а резиновую грушу. Так вот, у меня сгорел комп. За 2 дня удалось лишь возродить из мертвых блок питания. А вот материнка со старым сокетом 1155 ушла в иной мир. Чтобы сохранить качество картинки, нужно собрать комп теперь не слабше, чем на мой бывший i7-2600K, который у меня был. Я попытаюсь найти деньги в течение недели. На это время добрый человек одолжил свою материнку. Благодаря ему видишь этот выпуск и несколько последующих. В общем, краткое объявление. В эту неделю видосы будут выходить как положено, а после выходных как сверху железо. Если у тебя есть желание и возможность помочь финансово, ссылки для поддержки под видео. Потому что даже рекламы приложений не хватает на нужное железо. Если желание помочь есть, а финансово нет, всегда можно делиться моими видео с друзьями. Не скучай, друг. Думаю, гайд на Эсмеральду и новый режим я успею выпустить. А там посмотрим. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok